давайте вспомним на чем мы остановились мы остановились на том что я вам рассказал ну как устроена схема техника компонентов как мы соединяем простейший компьютер пока не вдаваясь подробности как они работают вот сегодня мы ну во-первых попытаемся посмотреть как вот это вот вся архитектура базовая архитектура масштабируется как бы отображается в макро как из таких же точно блоков сложные вычислительные системы и как из таких же точно блоков создаются маленькие микросистемы первая часть просто есть не закончил прошлый раз и вторая часть которая основная посвящена сегодня это собственно выбор программист используя аппаратуру железную можете ну скажем так создать какую-то операционную систему запускается пока мы разговаривали о том что у нас программа это некий вход да какой-то там чуть ли не сигналы подаем на эти ножки эти ножки как-то там одни поступают сигналы и поступают результаты планируется итак картинку перерисовать не буду я думаю все помнят какие у нас были компоненты у нас был один пока на один обсуждается вычислить блок вот у нас была память у нас был чипсет какие-то зачем-то микросхемы вокруг нашего вычислителя и памяти и у нас еще были шины которые которые были предназначены для того чтобы мы с вами начали разбираться также внешние устройства давайте так будете после того как я начал вы так молча заходите и я на вас не обращаю внимание вот значит у нас не разговаривать о том какой же существует механизм взаимодействия с этим как им ввязаться вот в этот цикл обработка ну еще говорили о том что у нас есть здесь такой дирижер до 20 генератор чистоты который значит сердце задает вот премии и говорили о том что такие же что внешние устройства в общем то они устроены примерно так близко то есть это тоже какая память какая одинаково ввели такое понятие как прерывание что такое прерывание двух словах еще раз повторю прерывание такой механизм который позволяет прервать работу процессора да это аппаратная вещь то есть у него есть специальный аппаратный триггер да ножка если хотите прерывает текущее вычисление изменяет адрес пополняемая команда то есть мгновенно происходит переход к заранее определенному адресу продолжим тему прерывания прерывание бывают аппаратные и программы аппаратные прерывания в общем-то в двух словах мы осудили да то есть это такая такой механизм когда мы аппарат когда происходит какой-то физический процесс какой-то физический сигнал тут нажал на кнопку или там какой-то генератор чистоты сработал как-то аппарат когда прерывание когда источником прерывания является какой-то оборудованием микросхема внешние устройства есть программное прерывание в общем-то смысл программных прерываний тот же самый это прерывать процессор прямо здесь и сейчас выполнить какую-то инструкцию по заранее определенному адресу но это событие можно запрограммировать то есть вы прям в коде своей программы пишите ну я буду приводить примеры каких-то ассемблеров конструкций просто пока мы ассемблеры процессора не рассматриваем будем рассматривать систему команды арм и систему команды x86 я буду пока писать только команды x86 вот вы можете написать команду in interrupt в программе прям свои номер допустим там не знаю 10 это будет тоже самое как будто какой-то внешний или внутренний девайс какой-то микросхема или устройство сгенерировал природы и номер этого природа не здесь помните мы говорили что может одна а прерывание может быть многое собраны какие-то пакеты условно пакеты смысле источник здесь тоже самое только программа существует какой-то диапазон зачем нужны как вы думаете программа аппаратный понятно устройство требует внимания это же программное прерывание они зачем как вы думаете синхронный процесс асинхронный процесс мы пока не вводили понятия процесса нам сложно конечно такое ну привет приведите да у нас допустим есть несколько одновременно выполняющихся каких-то кусочков код даже не важно даже не важно процесс это или не процесс или часть 1 давайте так давайте уже потихонечку да я понял вашу идею да совершенно верно иногда нам требуется передать какую-то информацию другому другой части исполняемого нам требуется передать эту мы хотим наоборот что-то сделать ну например вот символ вывести генерирует кроме как генерирует вот эту развертку сейчас программное прерывание часть программных прерывания часть программных прерываний используется для того чтобы общаться приложение пользователя то есть те программы которые пишут это в общем-то пользовательское приложение то есть иногда вам требуется внимание ядра мы должны внимание операционной системы скажем так это тоже прерывание потому что потому что современ более сложных архитектурах сейчас мы к этому придем разделены пользовательские приложения от приложения системы и между ними существует некий такой вариант который нельзя просто так любую сторону переходить то есть пользовательские приложения не могут влиять на то что внутри ядра происходит кроме как через специальный интерфейс 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 ядра обычно в операционной системы в обычном виде прерывания вот это что такое да пожалуйста а чем отличается принципиально программа прерывания от колл и адвенционных переходов то есть чем активировано использование именно прерывания а не так давайте сделаем следующим образом это вопрос немножко отложим я про это буду рассказывать то есть вот сейчас к архитектуре операционная система подойдем и вот там это дело что если я тут забуду вы меня напомните хорошо значит смотрите здесь уже помните у нас был такой регистр который мы назвали регистр флагов или раньше называли слово состояние системы это для нас становится первичной информации на самом деле состояние процессора важнее смотреть вот в этом регистре чем там вот состояние там на каких-то шинах и так далее поэтому если вопрос задать так будет ли флажок прерывания поднят ответ да будет это прерывание честно прерывание другие прерывания такого же уровня не невозможно а вот если говорить будет ли на шине прерывание здесь очень сложно потому что непонятно как как то есть ну немножко процессор дошел ли через контролем прерывание прерывание ну это как бы немножко подавая век зависит зависит от разных условий которые нам не очень интересно важно теперь вот мы рассматриваем что у нас есть центральное процессорное устройство и вот как только процессор получает прерывание только эта команда срабатывает да неважно что стало источником какое-то аппаратное прерывание программное прерывание как только осуществляется переход на какой-то адрес который называется в рабочем прерывании вот это тоже поднимается нет сейчас мы просто про флажок про состояние какое прерывание мы можем определить ну давайте чуть похоже я сейчас вот мы к этому сейчас примем как все настраивается чтобы это заработало ну в том виде в котором мы привыклименить операционную систему то есть неважно доходом было вызвано сейчас вот хорошо давайте я чуть-чуть заберу вперед потому что но помните мы говорили что это я не могу забегать вперед пропустив несколько шагов давайте все-таки дойдем вопрос у вас какой неважно что выжила программное или аппаратное неважно если прерывание возможно то есть если они не замаскированы то есть если не стоит флажки что прерывание запрещены то есть программное прерывание в любом случае вызывает еще и али аппаратное прерывание вопрос был такой вот будет ли а первый первый вопрос будет ли вот этот флажок обработки прерывания поднят когда прерывание начинает обрабатываться и не будет ли это зависит от того какое прерывание программное или аппаратное прерывание ну понятно вот ответ что флажок всегда поднимается источник не важен ну тогда такой вопрос значит программное прерывание не генерирует прерывание аппараты это вот очень странный вопрос что аппаратное прерывание это какой-то физический процесс физический сигнал ну да ну да думаю я и программа я знает мая программа вводит на экран символ оно же должно ну процессом выполнять программы программное прерывание там символов символ вывести на экран, она же должна как-то, ну, чтобы процессор начал выполнять вот это или нет? Вот это давайте тоже отложим туда, под лицами прерываний, и вы поймете. Сейчас. Вот мы пока, давайте так, мы пока, а? Вопрос нет от прерывания. Давайте. Вот смотрите, у нас есть генератор частоты, да? И у нас есть какое-то внешнее устройство, у которого есть свой генератор частоты, если частоты разные. Если частоты разные, тогда существует протокол согласования какой-то. Это определяется правилами, по которым работает шина. Например, если у вас медленная шина, здесь ИСА, да? Ну, какая-то, она, допустим, работает с частотой, ну, не знаю, фантастической, 10 Гц. Да? Вот в системе, где этот процессор у вас работает, там, через память уменьшится частотой, там, мегагерц, да? Это значит, что вот эта шина может туда подавать информацию только вот, ну, раз, там, в эпоху, да? Условно, да? Существует просто некий протокол. Ну, понимаете, вот шина, это тоже ведь, ну, как вот в сетях, да? Ну, вот все компьютеры, вот один компьютер другой, и все связаны протоколами, да? Существует несколько уровней согласования, там, аппаратная, там, потом программная, да? То есть вот всегда существует какой-то временной слот, где они могут вот найти ту скорость, как говорят, да, в сетях, и тот формат, размер слова, да? И те правила, по которым они могут общаться. Это просто протокол шины. Мы про шины будем говорить детально. Ну, да, действительно, им требуется согласование. Просто частоты сейчас, ну, большие, и кажется, что все, наверное. Ну, не так. Слушайте, можно еще опросить про прерывания? Они, у меня, естественно, прерывания сейчас запрещены, они складываются в цикле сграют? Ну, вот я про это в прошлый раз пытался, значит, объяснить. Значит, если мы рассмотрим довольно сложную, ну, не самую примитивную систему с прерываниями, то у нас будет следующее. У нас прерывания поделятся по уровню. То есть, допустим, у нас есть там три бита, да, которые, там, позволяют нам как-то их пронумеровать. И если прерывания замаскированы, они замаскированы на каком-то уровне. То есть, прерывания такого же уровня запрещены. Нет, это понятно. Вот, допустим, у нас вообще есть только один уровень прерывания, в чем процесс процесс. Да. Прерывания сейчас запрещены, тем не менее, значит, вот флаг прерывания, естественно, поднимается. Да. Что вы прерывание разрешаете. Это прерывание, у которого был поднят флаг, оно сработает или не сгорело? Нет, прерывание не поднят флаг, флаг процессора. Ну, в смысле, в регистре флагов, соответственно, флаг поднимется. Так. Но прерывание, но обрамочное прерывание не вызывается, потому что прерывания срещены. Когда вы разрешите прерывание, ну, выйдите вот из текущего, например, то прерывание уже сгорело. Ну, его нет. Его никто не заметил. Ага, ну, то есть никакого стека не существует для него. И больше сложных архитектур тоже не существует. Давайте так. Существуют разные способы обработки прерываний. В разных архитектурах аппаратных. В разных аппаратных архитектурах есть там какие-то, скажем, более сложные процессоры, ну, не знаю, более необычные процессоры, где с прерываниями, скажем так, где прерываний возможно больше обрабатывать одновременно. Но то, что мы имеем сейчас, понимаете, здесь это проблема курицы и яйца. Если мы копим где-то в стеке, в каком-то стеке прерывания, они могут копиться долго. Если мы копим на какой-то границе, они могут потребовать дополнительных ресурсов. Ну, например, там сбросить на диск, там, этот свет или еще что-то. А потребовать дополнительных ресурсов мы можем только тогда, как мы можем потребовать? Только через прерывание опять, да? То есть это как вот, как про стек разговор, да? Вот стек, он насколько большой. Можно построить любую систему, то есть это аппарат. Вы можете, в принципе, обработчик прерывания, ну, скажем, Intel так нельзя сделать, да? То есть у вас вот есть там набор прерываний, который вы можете, опять же, пронумеровать условно. Нет, я вас почему-то спросил, Ильич, мне так кажется, что XMega умеет пауферизовать пришедшие байты по висанту. Может быть, и потом вам выдавать многоатом подряд три прерывания из-за три байта. Значит, может быть, во-первых, это зависит от контроллера прерываний, прежде всего, да? То есть как он устроен. Конечно, они бывают там разные, да? И еще раз, вот архитектурно можно чуть ли не спаять все что угодно, да? Но просто вопрос вот в чем. Количество прерываний, которые мы обрабатываем, и способов их обработки, оно весьма ограничено. Вы же можете, как? Можете, например, сделать какой-нибудь просто квадратик, да, сказать, что такое вот кэш-прерывание. Ну, поставить его здесь, то есть, ну, пожалуйста, да? Можно так, но это мы уже в спаянике начинаем работать. Но тут вот эту тему как бы. Пока лучше думаешь, нам модель важна, вот как. Пока, для вас так, прерывание, если сейчас обрабатывается, значит, остальные прерывания не обрабатываются. Они теряются. Вот лучше думаем так. Спасибо вам. Так, теперь... Тут-то вопросы закончились, да? Хорошо, пойдем дальше. Теперь давайте... Вот зоопарк, аппарат, как мы обозначили примерно. Теперь давайте попытаемся понять, как нам построить программное обеспечение поверх вот этого, да? Самый простой способ, который вы можете придумать, это... Помните, как мы говорили, что когда процессор, вернее, не процессор, а вся эта система получает напряжение, то есть, когда ее включают, да? Процессор всегда начинает исполнять программу с какого-то адреса. Ну, он просто аппаратно так приделывает, да? Значит, теперь давайте попытаемся понять, что там обычно есть, вот по этому адресу, да? И как система, которую мы вот сферу начинаем исполнять, как она раскручивается, да, как она поднимается. Значит, первое. Мы включили процессор обычно. Обычно здесь прямо есть какая-то небольшая память, где есть... Ну, я вроде уже про это начинал говорить в прошлый раз, ну, повторюсь, не уверен, что я сейчас сказал, да? Сначала надо проверить, что базовые компоненты какие-то, они работают корректно. Ну, что память отзывается, там, ну, вот, что-то такое. То есть, где начать работать, да? Поэтому первое, если мы включаем, там, им, например, процессор, ну, какую-то систему, она не дает, не важно. Это так называемый пост, да? Пост. Это набор примитивных каких-то тестов, которые дают ответ на вопрос, готовая система начать, ну, загружаться. Да, это еще даже не загрузка, это вот просто проверка. То есть, есть ли у системы память? Есть ли там еще чего-нибудь, да? Таймер какие-либо? Ну, я не знаю, но... Это первое. Второе, как я уже говорил, начинает выполняться базовая программа. Она так и называется. Basic. Кудаутку системы. Что это такое? Это, ну, можно считать, что это, в общем-то, операционная система, но она такая вот встроенная ваш компьютер. В принципе, ее можно и перепрошить. Бывает обновление BIOS, если вы когда-нибудь компьютер руками собирали. Бывает так, вот я купил какой-то клевый адаптер, воткнул. Нет. Ну, не видно. Я загружаю, там видно, спешит. Ну, нет. Иду в интернет, там написано, а вот надо BIOS обновить. Ага. Ну, какая-то магическая последовательность здесь. Я делаю, как написано, раз, адаптер становится. Что это обозначает? Это обозначает следующее. Что, на самом-то деле, вот, задача вот этой базовой тракционной системы, она очень проста. Значит, первое. Это определить, какие устройства вообще есть. То есть, какие шины, какие устройства на них стоят, да, на этих шинах. Вот. Потом же, на каждой шине, допустим, несколько устройств, да, их надо перенумеровать. То есть, это первое, это второе, это третье. Для чего? Для того, чтобы, общаясь с этим устройством через шину, можно было адресно получить доступ. Правильно? Вот. Это вот первая задача. Определить конфигурацию системы, которая есть сейчас в наличии. Да? Ну, в интернете там иногда можно встретить такие шутки, там, сообщений, да, там, процессор не обнаружен, нажмите любую клавишу или предложение, да. Ну, это как бы юмор, на самом деле. Но бывает так, что, если у вас что-то отвалилось, или, допустим, система не может вот дальше двигаться, например, я не знаю, как сейчас, сейчас может, наверное, да, но раньше, вот, если клавиатура, например, не обнаружена, да, никто не двигался от клавиатуры, да, то система просто, ну, вот, на уровне BIOS останавливается и говорит, ну, вот, нажми F1, там, или, и пока не нажмешь, я не буду загружаться, я дальше не пойду. Это BIOS говорит. Почему? Потому что BIOS считает, что компьютеров и клавиатура не существует. Ну, такой BIOS, да. Значит, значит, если вот ваше устройство невидимо, как я сказал, да, вот такой вот, юзкейс, то тогда, обновляя BIOS, вы, значит, обновляете просто, ну, как минимум, список устройств, да, бывает так, что шина бывает общего назначения, да, например, 50, а может стоять графический контроллер, а может стоять там RAID контроллер, ну, дисковый, да, вот адаптер. И вот там дисковый адаптер стоит, вы на шину BIOS посылаете, значит, на шину вот запрос, там, устройство номер один, Да, есть, я такой-то, вот мой идентификатор BIOS. Устройство есть с каким-то идентификатором, чуть какой он не знает, да. Вот это вот, собственно, ситуация старого BIOS. Сейчас BIOS, в принципе, умеет обновляться, вот. Довольно легко и незаметно, да. BIOS — это, ну, написано на материнской плате, да? Да. А POST — это написано на процессоре. Нет, POST там же записано. Вот лучше, лучше думать так, что под каждую, это не очень правда, это так же, как вот кэш, например, на процессоре MU, да, на том же кристалле, и так далее. Но лучше думать так, что вот есть отдельные квадратики, которые на системную плату как-то помещены, и вот каждый за свою часть отвечает. Потому что, вот, с точки зрения схемы работы, абсолютно не важно, вот, там, устройство управления памятью, да, и мы вот прямо на том же кристалле сделаем, да или нет. Или их там два, например, вот оно там, на графическом ничего, да, или оно там одно, да. Лучше вот считать так, квадратики есть, и есть. Вы открыли к теме тезами, чтобы упадать. — Александр, если записано на данный материк, тогда у вас не совсем понятно, как процессор именно стартует в самом начале. — Он просто начинает выполнять, ну, смотрите, какие-то базовые… Вообще процессор сидит на такой-то системной шине, да, помните? То есть, ему достаточно умений, как бы, с помощью своей шины, на которой он стоит, брать инструкции и выполнять. Он не знает, как, допустим, адреса там, там, трансмируется, он этого не знает. Вот, сейчас мы, вот, я сейчас расскажу, что он вообще на разных режимах работает, там, защищенную и обычную каменную. Вот, вообще сейчас уже считается, что режим реального времени, тот, который, скажем, еще 10-15 лет назад был основным, да, 15-20. Вот, сейчас он нужен просто для того, чтобы инициализировать систему. Да, если мы говорим про интернет-интернет-интернет участие. То есть, в реальном режиме процессор умеет примитивное, по каким-то примитивному набору адресов, брать данные и их исполнять. Ну, брать команды и исполнять. Вот, еще раз, да, простую схему, когда процессор, вот так вот, да, нарисуем сейчас. Здесь наполнять системную ошибку. Системная ошибка. Я вот стараюсь в организации конкретной архитектуры очень сильно стараюсь, потому что я хочу, чтобы у вас было общее видение. Вот, память как-то свою часть может отображать, вот она как-то приварена, да, то есть процессор всегда может видеть кусочек памяти. Ну, какой-то набор адресов, который там есть, да, и все, вот точка. Вот их он может читать. Память может быть еще здесь, еще здесь, еще здесь. Но вот пока он не проэкциализирует все, вот тут у него памяти нет. Ну, известно, что вот 0, например, 0, 1, 2, 3, ну, адресов не есть. Ну, вот у них-то и выполняют. Вот такая идея. Нет, просто вопрос, в чем? А вот у меня есть процессор, в нее впадал цветок. Да, знаешь, он как-нибудь там, откуда-то что-то прочитать. Это команда, это программа. Значит, она должна быть написана процессор. Часть команд процессор умеет выполнять сам. Они аппаратно реализованы. А вы были впечатления? Честно говоря, не аппарат. Вот поэтому вопрос, да, я просто так и не понял, да? Мы с чего начали? Мы начали вообще с того, что вот этот квадратик, любой, в самом привитивном уровне, он устроен вот так. Это какой-то, значит, аппаратно спаянный, я не знаю, набор транзисторов, да, у которого вот здесь есть набор вкуса, да и вот здесь набор выхода. Что это такое? Значит, сюда только подаем, но здесь что-то видим. Вот он как устроен. То есть, вот инструкции процессора, вот базовые, да, не программ, ну как бы. Вот калькулятор, кнопки нажимаете, да, весь программ внутри или нет. Или вот так спаянный, или вот часы, да. Сложно сказать, да, загружен туда программ. Он так спаянный, ну как сделан. Вот процессор так сделан, что он умеет по какому-то там, будет примитивным набор весов, вот так вот спаянный. Умеет обладать команду там, прочитать в регистр. Может сложить, может там, это железо. Нет, я понимаю, что это просто отдельная микросхема. Ну, можно думать, что это отдельная микросхема, отдельная блоки. Не, у него изначально записан стартовый адрес, который он только запускается, он сразу в этот адрес ползает. Он всегда с одного места читает. Поэтому вот посту надо как раз и проверить, а там вообще память есть, что он там начнет, что-то добавить или там нет ничего. Вот. Так. Хорошо. BIOS. Вот. Сейчас BIOS обновляется, ну, может достаточно легко обновлять обновлён. Более того, чуть подальше я вам расскажу, что процессоры-то они тоже, вот если на них внимательно посмотреть внутрь, они имеют примерно такую же архитектуру, как вот здесь нарисовано. То есть там есть какие-то вычислительные блоки. Там есть какие-то блоки, которые, в общем-то, являются памятью. Регистры, кэши. Вот. Там есть какие-то блоки, которые обеспечивают передачу данных. Там, например, из одной памяти в другую и так далее. То есть это такой фрактал. Вот если мы внутрь смотрим, да, он устроен точно так же. Более того, если мы ещё более глубоко посмотрим, я, правда, такую информацию не владею хорошо, поэтому не буду вам рассказывать, но вот эти процессоры, вот эти микроблоки, да, они имеют тоже свою микроскопическую систему команд. То есть сложные инструкции, которые вы здесь можете написать на сэмблере, какую-нибудь там длинную хитрую инструкцию, она на самом деле тоже реализована, ной, реализована тоже на каком-то микропрограммном уровне, вот, ну вот, фрактал не бесконечный, да, там матом уже где-то есть. То есть, и более того, более того, ну это называется процессор-микрокод, да, он проинфолог, по крайней мере, для акциз-процессора. Сейчас я про это скажу. то есть, на самом деле, на самом деле, вот эта же архитектура, да, когда есть память, вычислительные устройства и какие-то шины, да, она и внутри, и снаружи. Сейчас про Володю поговорим. Да, когда стартует современная операционная система, Windows, Linux и так далее, можно увидеть, можно разглядеть, что иногда есть, ну как, я даже не знаю, как это сказать, драйвер для процессора, как придумал позвучить, но иногда операционная система на старте может обновить, как бы, микрокод процессора, если у нее есть соответствующий патч, да, соответствующий, ну, бинарный, да, для того, чтобы либо избрать какие-то ошибки, либо дополнительные инструкции включить. То есть, сам процессор, он тоже вот внутри выглядит, как компьютер. Если вы возьмете интеловские руководства, сейчас современные, ну, каким-то, они доступны все, так-то, да, вы увидите, что там прямо вот архитектура расписана, вот это ядра, вот мы же там будем говорить рано или поздно про ядра и так далее, так это процессор обычный. Ну, так кажется, что вот они там спалили. Нет, там тоже такие же компоненты, там есть какие-то, как это, микросети, так называемые, да, это, ну, это не embedded networks, ну, можно считать, что это embedded networks, да, то есть какие-то коммуникации между ними, они тоже разделены по, значит, чисто, там, иногда, да, какие-то части работают там так, какие-то сядь. Но это уже надо смотреть, это уже очень мелкий уровень, то есть это уже очень специфично для конкретных процессоров. Про это не будет. Мы просто там про ядра поговорим и про крышу. Так, теперь давайте все-таки дальше стартуем нашу систему. То есть пока вот у нас пост выполнился, посмотрел, может ли вообще процессор начать стартовать. А, может. Биус, так, перенумировал устройство, какая-то первичная картина устройства у него сложилась. Вот. И биус же содержит набор прерываний, набор обработчиков прерываний, стандартных. Сейчас мы про это будем говорить. Вот о прерывании там ваши вопросы, я уже забыл, в чем он состоит, но мы сейчас его проговорим. Значит, биус содержит набор стандартных обработчиков прерываний. Это еще не операционная система. То есть если вы запускаете свою программу на голом железе, вы написали на Assembly, у вас есть два способа напечатать символ на экране. Способ номер один. Вы каким-то магическим образом догадываетесь, как у вас память экрана отображена в ваше адресное пространство реального режима, и туда просто символ посылаете, он там отображается сам. Это первый способ. Второй способ – это вызвать функцию биус. Что такое вызвать функцию биус? Это вы берете, заполняете там где-то в своей памяти строчку, которую вы хотите вместе, или символ, или еще что-то, да? А дальше вызываете программное прерывание с каким-то конкретным номером. Раз, вызывается обработчик, и он там что-то сам делает. Ту же самую абсолютно схему, да? Идет в память, и туда пишет. Теперь вопрос, куда там вот это все берется, и как оно работает. Вот эти обработчики прерывания, это непонятно. Так вот. Есть такое понятие, называется «таблица векторов прерываний». Вот если мы возьмем нашу память, нашу память, то вот в той ее базовой части, которую можно прочитать процессор без всяких усилий самостоятельно, у нас есть кусочек, который называется биус. Он туда отображен. просто в эту память. Что такое отображен, я в прошлый раз рассказывал, да? То есть, такая вот аппаратная схема, которая может настраиваться, да? Когда вы Ну, мы считаем, что он туда записан, пока она будет очень важно, да? Вот такая аппаратная схема, когда вы, обращаясь по каким-то адресам, в реальности идете в адреса, ну, какие-то, возможно, даже другие, на устройство какого-то. Это отображение. То есть, это «таблица». Адрес, допустим, 28, соответствует адресу 3 на устройство. Ну, просто некая коммутация. Так вот. Можно считать, что вирус – это такой бинарный образ. Ну, просто набор B. Да? Вот процессор оттуда начинает лучше выполнять, да? Ну, и выполнять. Вот. Вот. Кусочек этого адресного пространства, кусочек этой памяти, содержит таблицу. Таблицу. На самом деле не таблицу, а просто указатели. Один указатель – второй указатель, третий указатель – вот так же. Они обычно размером слова, да? Ну, то есть адрес. Вот. И каждый из этих указателей, каждый из этих слов содержит адрес обработчика прерывания. То есть, ну, давайте я эту картину немножко расширю. Вот эту замечательную. Допустим, вот эту бинуточку. Он такой большой. Вот здесь таблица векторов прерывания, таблица указателей просто на обработчика прерывания. А здесь сами обработчики. Они разного размера. Вот у каких-то, да? И вот эта вот таблица, она содержит адреса. Вот это содержит адрес нулевого, это первого, это третьего. Важно, что? Важно, что когда процессор получает команду прерывания, программную или аппаратную, вместе с прерыванием ему поступает номер прерывания, да? Вот номер прерывания можно считать. А дальше процессор делает, ну, считайте, что он делает джамп. Пока. Вот мы реальный режим рассматриваем, да? То есть это просто передача управления. Что такое джамп? Давайте разберем джамп. Ну, инструкция такая есть. Что такое джамп? Джамп – это по-русски, это вот go-to. То есть я выполнял, 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 выполнял программу, а дальше начинаю ее или продолжаю ее выполнять вот с такого адреса. И абсолютно все равно, что там, хоть я в середину попал чему-то, да, с строчки хоть там. Не важно, с такого адреса. Так вот, в самом простейшем случае, если происходит прерывание, то мы просто переписываем instruction pointer или адрес текущей команды, или следующей, да, вот на тот адрес, который мы берем из соответствующей ячейки таблицы векторов прерывания. Почему таблица векторов прерывания называется? Потому что, ну, вот, давайте я его увеличу. Вот это адрес нулевого обработчика, адрес первого, обработчика адрес третья. Это просто адреса. Вот это соответствует нулевому, первому, второму и так далее. Ну, вот это похоже на ректор, да? Ну, я не знаю, не очень похоже, но похоже. Это просто некая стрелочка. Если мы будем граф этой программы рисовать, просто стрелочка, это вверх. Иди туда, вот булк, да? Все. Это вот обработка прерывания. В реальном режиме, да. А так вопрос, это действительно джампы? Это все-таки больше похоже на колфы, когда ты с ханей? Возвращаться? Нет. Подожди. Сейчас мы это дело выясним. Сейчас мы это разберем. Колфы или джампы. Значит, на самом деле, на самом деле, нам потребуется при выходе из прерывания вернуться в то же самое место. В некоторых случаях. А в некоторых не придется. Вот. Вот вопрос, как это происходит. Да? Смотрите. Давайте разберем какую-то простейшую, не знаю, программу. Да. Вот. Hello World. Тут написано, да? Тут мы. Как вы думаете, вот если я эту программу откомпилирую, запущу там, первая мч. Есть? Да. Вызов системной функции. То есть, printf — это функция, давайте вот теперь проберем. Printf это функция чего? Это функция какой-то библиотеки языка C, да. опирается на упаковую программу пишем просто на языке си написали программ процессора выполнили исполниться значит вот этот при у нас какой-то интерфейс но помимо этого прерывания мы должны ему передать аргумент то что мы тут вот строчку вот это пишет как-то непонятно как это делается мы передаем это следующим образом существует вот я как раз начинаю говорить про разницу вызова функции и вызова прерывания работчика прерывания пока в реальном режиме существует для каждого прерывания мутации каждого прерывания существует правило передачи параметры например адрес этой строчки должен лежать в регистре там один скажем положим у нас есть набор каких-то регистров должен лежать в регистре айц мы должны перед этим лентом этот адрес поместить и допустим допустим длину нам надо передать ну я так немножко фантазирую тем не менее параметры нужно передать мы всегда передаем через регистры мы не можем в обработчик прерывания передать чего-то через стэк нет такого стэка в обработчик прерывания свой стэк вот теперь смотрите что нам надо сохранить перед переходом обработчик прерывания что нам надо восстановить после первое что нам надо сохранить адрес возврата так а второе нам надо сохранить вот это вот прекрасное место которое иногда называют слово состоянием там процессора да иногда называют регистр флагов в общем нам надо сохранить то что позволит нам вернуться в то же самое место на следующую инструкцию причем вернуться так что вот этот вот процесс который выполнялся до прерву сам был инициатором не сам чтобы он ничего не заметил вообще то есть давайте для начала так мы сохраним просто адрес возврата то есть адрес на самом деле с которого нас вызвали или адрес следующей инструкции плюс регистр флаг то есть вот состояние а а дальше смотрите мы должны внутри обработчика прерываний добиться того чтобы все все регистры тут же еще много регистров разных чтобы все регистры которые мы испортим потому что нам чтобы вывести это надо кучу регистров задействовать мы же не умеем выполняться где-то кроме процессора на том же процессоре нужно все эти регистры где-то сохранить а перед тем как вернуться а что такое вернуться это два действия это снять вот этот флажок да и перейти обратно джам сделать обратно то есть смотрите обработчик прерывание обязан возвращать управление в том же самом состоянии в котором программа была прервана потому что процессор никаких дополнительных сервисов типа там ну ты давай работая рабочих прерывания там потом ты вернешься это все это ваше дело то есть вы должны хранить сами текст ну вот по крайней мере те регистры которые используют должен проверить что они именно такие но процессор может вам помочь он имеет возможность регистры сохранить даже некоторые процессор имеют все сохранить все восстановить но вы это делаете внутри обработчик прерывания если вы забыли возможно когда возможно что если вы попали в обработчик прерывания здесь состояние как-то поменялось ли регистра поменялись а после выхода из этого состояния из обработки прерывания может быть так сложится что у вас просто следующий команды опираются предыдущие состояние регистра здесь была команда что-то загрузить потом аппаратное прерывание произошло что-то отлаживает это довольно тяжелого этого рабочих прерывания должен быть вот дальше мы еще поговорим о том как сделать чтобы обработки прерывания если функция которую делать очень сложно как сделать так еще один момент рабочих прерываний система не должна быть в работе прерывания долго почему да наш прерывание если я там занял я вошел прерывание так всем стоять смотрите здесь идея вы можете передать управляющих Вы не можете выполнять инструкции на соседнем процессоре. Вы можете только на том, на котором вы работаете. Но. Я вот вопрос еще сейчас выточню. Вот самый репортный вопрос. Еще следующий есть, да? Когда у вас происходит программное прерывание, это значит, у нас, когда мы выполняем, у вас была команда. То есть, программа сама себя прерывала. То есть, программное прерывание не может прервать кого-нибудь другого. Правильно? Зависит от робочек прерывания. А что вы там делаете? Я не знаю, что вы делаете. Внутри обробочек. Чего обробочек? Момент прерывания, конечно, происходит на процессе, конкретно. Нет, в смысле? Программа. Программа прерывания у нас происходит только с помощью команды. То есть, если она случилась, то прервался и он. А, соответственно, возвращаясь к теме к вопросу. У меня есть команда там. Трафт. Есть ли какой-нибудь эквивалент, я думаю, можно ли сделать, чтобы прервалось тест на выполнение программы на соседнем бедре? Обычно… Я думаю, что это технически возможно. То есть, это как раз к вопросу, как у вас устроен обработчик прерывания. Почему? Потому что есть команды, действительно, программы прерывания одни, которые вам разрешено выполнять в юзер-спейсе. Вы вообще не все можете команды процесса, я сейчас про это расскажу, выполнять вообще в режиме игры. Но, извините, если вы находитесь в режиме игра, у вас тут другие команды. В том числе на мобильных архитектурах у вас есть такие команды, которые могут останавливать вообще, что-то делать, схему лоял-памяти, еще что-то. То есть, глобальные команды. Конечно, вы, находясь во врабочем прерывании, в данном случае, можете что-то сделать. Вопрос как-то можно уточнить. Например, я хочу такую магическую кнопку. Тут нажал, там упал, да? Ну, как-то так, да. Ну, да, это возможно. Вот, кстати говоря, это возможно только в режиме ядра. Сейчас давайте тоже зайдем. В режиме юзер-спейс, да? Или в реальном режиме. Я вообще сомневаюсь, что в реальном режиме можно работать на нестольких ядрах. Я, честно говоря, не думаю, что это такое. Я уверен, что это возможно. То есть, я могу ошибаться, но, вероятно, эти два маленьких. А в защищенном режиме, это мало того, что это нормальный вопрос, но и у вас есть гораздо более мощный номер команды в защищенном режиме, если вы в режиме юзер-спейс. Потому что, ну, как-то, в конце концов, уже работаешь. То есть, без драйвера уже не обойтись. Везер-спейс такой я не писал. Ну, давайте дальше, да, пойдем? Так, еще. Вот у вас все-таки у вас были вопросы про что-то вызов и джанр. В чем разница? У меня остался новый вопрос на то, что вы не ответите до тех пор, пока не расскажете что-то про кол, видимо. Давайте вот сейчас сравним. А новый вопрос был такой. Обложенные прерывания вообще используются или это плохая практика? Скажем так, обложенные прерывания возможны, но я не могу сказать, что это плохая практика или короче. Я просто не знаю. Ну, то есть, как бы, можно сказать, можно обводя прерывание, первому первому инструкции прерывание запретителя. Да. Это как бы такая первая… Это нормальная… Это здравая мысль. Да. Часто ли так не делают? Так не делают, если вам надо прерывание сделать… Ну, как-то… отранжировать, да. То есть, вот когда вы входите, смотрите, когда вы, допустим, у вас возникает прерывание более высокого уровня, да, вы хотите как-то сложить, например, да, чтобы потом вот это прерванное, да, обработать. Да. Это нормально. Это вполне себе нормально. Но оно на таком привитивном уровне одного флажка не решается. Ну, вот. То есть, это сильно зависит от архитектуры. Ну, возможность вообще такого. Это вполне себе нормальная задача. Особенно, там, для системы реального времени, когда у вас, скажем так, источники прерывания не имеют разные приоритеты, и вам не хочется терять прерывание. Нет, ну, в раз в вопрос не знаю, вот к чему. Если мы можем получать ложные прерывания, ну, каждый раз, входя в прерывание, программа должна сохранить… ну, процессор, скорее, должен сохранить свое состояние, но он куда-то это сохраняет. Да. То есть, у нас пойдут вложенные прерывания, ну… Ну, то есть, вы к тому, что… То есть, вы к тому, что… То это куда-то сохранять, может, случайно, кончится. Правильно. Единственное, там какой-то, там, русский лимит, или оно как-то… Вот то, что я себе понимаю, это следующее. Если у вас есть возможность в системе аппаратно ранжировать прерывание, один, два, три, четыре, пять, да, то у вас есть один, два, три, четыре, пять мест сохранения контекста обработчика прерывания. Это просто, ну, тут железное место, да, оно не кончится. Именно поэтому маскируется прерывание F-уровня. Вы, допустим, оп, прерывание самого низкого уровня, начали выполнить. Прерывание уже такого же уровня не обрабатывается. Потому что и контекста не будет еще, наверное, да? То есть оно как бы вот накапливается, то есть стек у вас устроен так. Сколько уровней прерывания? Вот столько ячеек. Нет, я понимаю, но я все думал про очень кримитивные процессоры, типа трепроцессор с одним уровнем прерываниям. Никто не запрещает там не запретить прерывание, входя в его обработчик. Ну, вы же программист, вы пишите операционную систему, да? Хотите, чтобы у вас было там 8 уровней прерывания? Ну, лимит, да, какой-то? Нет, мой вопрос простит, куда он это сохраняет? Куда-то как-то, по жесткому адресу, и у него есть какой-то аппаратно-прошитый, известный процессор, лимит, сколько раз он может вложиться? Вот еще раз, вы как-то вот перепутываете программную часть и аппаратную. У процессора есть очень простая вещь, флажок. Я в прерывании, либо набор флажков, я в прерывании такого уровня. А дальше вы не программируете, как хотите. То есть, смотрите, вот, как реализовать, это вы уже, вы просто пытаетесь, если я правильно понимаю, говорите, можно ли сделать так, чтобы у нас прерывания были вложены? И что делать, если место у нас кончается, да? Ну, что делать? Если место кончается, мы можем делать следующее, не обрабатывать прерывание. Это первое. Сейчас. Дальше. Вы больны написать любой код внутри обработчиков прерываний. Заведите там список. Ну, там, может быть, какой-то массив, да? Зарезервируйте в память и скажите, вот это стэк обработчиков прерываний. Все, пожалуйста, используйте, заведите там указатель в этом стояке. Все нормально. Вот вам будет ложный прерывание. Ну, если он кончится, ну, придумайте обработку. Ну, как программа? Ну, вот стэк есть. Ну, кончился, ну, кончился. Все. Хотите обработку сделать такую, стэк расширяется. А хотите сделать и такое, прерывание, расширяется. То есть, состояние не в процессоре хранится? Ну, вот этот регистр флагов, если мы про интернет говорим, ну, это регистр. Я могу туда вообще записать все, что мы будем. Если у меня есть права на изменить этот регистр, если это, допустим, в юбиле, ну, привилегированном или в реальном режиме, я могу взять и записать, что хочу. Нет, просто, насколько я понимаю, состояния, которые, ну, вот эти прерывания, они очень-очень часто меняются. И это, когда должна быть очень быстрая память? Потому что в процессоре... Это регистр, это самая быстрая память, которая вам нужна. Это память прямо внутри процессора. Конечно. А, ну то есть обработчик прерывания внутри процессора? Нет. Обработчик прерывания хранится в памяти. Обработчик. И вот он же хранит состояние, вот этот стэкс, сам? Он сохраняет, да он сохраняет вот этот регистр, потому что發 voto song retro 운동 его восстанавливают. а куда мы записываем вот куда вот этот адрес возврата вам процессор вы делаете у вас есть просто специальная инструкция как он откуда определяет откуда взять то что вы записали вот эту инструкцию мы допустим на какой-то архитектуре разобрали на следующее здесь будет поместить боится варить ну там какой-то а вот мы загрузили дальше сделали 21 что-то процессом определил просто передал двадцать первому обработчику прерывать но сходи он вот этот адрес сохранить дальше я попал в рабочих прерывать у меня в регистре алекс лежит 338 я знаю что это адрес той строчки которую я сейчас буду на экран копирует а сейчас это я вот это вы праве меня на останавливать следует непонятно я вас первый раз значит да я вас честно начали просить мне нужна ваша помощь смотрите процессор вот у него есть исторически откуда а из это как бы но можно один два три там сделали процессом и сказали процессора будет несколько регистров с которыми он умеет работать только с регистрами и взяли и пронумеровать а б ну так называли это обозначает это обозначает что в системе команд процессора если мы написали что там а б вот это аппаратно вот из этого кусочка вот сюда да потом сказать процессор то у нас такой получился восьми битыми сделать здесь сделали 16 битных черт теперь надо как-то заново регистра разную это увеличивает два раза как вот теперь отличить вот маленький от большого ну ладно тогда еще регистр добавим назовем их так а икс бы ну то есть вот это просто ну так исторически получилось что в интернет написал вот регистр назвали изначально а б ц д да ну так назвали мистер общего назначения то есть мы записываем регистр анализ вот это всю информацию мы записываем регистр а и адрес где это в памяти лежит а потом как она а что на время а это написано у вас документации на процесс то есть не процесса вывод на бьюс передавая управление процессору через прерывание вам надо две вещи первое сказать ему какой номер прерывание если это программа который передать аргумент вот в аргумент и никак не можете передать кроме как раз давал их по регистрам вот в этом все дело вот это надо понимать да то есть не бывает так что я взял там какой-то массив стык засунул нет того пусть там вот нет просто более того вот как организован стык зависит аппарат не пара на уровне системы как организован стык зависит немножко от архитектуры мы будем разбирать до архитектуру циска вот это франциска сложности значит вы через так что-то можете передавать иногда но рабочие прерывания так не передают обычно нет нет почему что такое стык это в общем то вот если а в цели не регистр общего назначения что просто память процесса которая может никуда не ходя обращаться а то есть регистр еще специального назначения вот первый из них регистр флагов то есть если вы пишете программу в реальном режиме вы можете просто взять регистрации записать адрес это будет то же самое что джан дальше дальше у вас есть регистр который называется несколько да давайте пока думаю что у вас есть регистр там то есть это просто указать а вот где живется это значит что когда вы делаете пушку тостык что вы делаете делаете это такая же примитивная операция просто сбрасываете если вам надо пол какой-то там регистр общего назначения дальше у вас есть у вас могут быть более сложные схемы адресации до команды памяти мы это уже на конкретных процессорах то есть иногда 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 адрес вот этот вот ну память не всегда удобно вот так вот там адресовать вот прям вот как я написал 338 да хочется вот например какие-то маленькие числа использовать относительно какой-то база тогда база тоже загружается в какой-то регистр а процессор уже сам к этой базе прибавляет база в смысле база адреса ну бейс пойду ну это есть у нас сегменты модель я понимаю что хочется залезть на детали есть некий план все таки время ограничено давайте все таки мы обзорную закончим сегодня мы очень хочется ну про регистры хороший вопрос спасибо он будет освещен я обещаю вот теперь теперь так еще какие то вопросы есть то есть в принципе смотрите теперь вопрос вот как у вас может предложение а если у нас прерывание если у нас прерывание здесь происходит у нас же есть здесь и регистрация когда и кистер там базы это куда то есть то есть то есть то есть то есть мы знаем принцип и старшим ультро есть правильно вот когда мы делаем джор у нас меняется что только и страшен пандер и флажок то есть нам достаточно сохранить только адрес все более того обработчики прерывания можем в общем то посмотреть регистры процессора понять что там программа делала можно даже еще хитрее сделать можно посмотреть там исполнялась пожалуйста так отладчики ну сейчас не так отладчики пожалуйста вкладка инструкции инструкция дальше как работает программа загружается в память дальше в первую строчку да ну считайте что вместо первой инструкции пишется имп 3 а дальше запускается программа программа доходит до этой инструкции доходит до этой инструкции прерывание отлично обработчик прерывания он примитивный он значит что делает он говорит хорошо я здесь вот напишу чему-нибудь на экране например да теперь перепишу здесь инструкцию на оригинал ну то есть то что там и было да в следующее место снова поставлю имп 3 и дальше сделаю джамп обратно вот так я и буду действовать вот пожалуйста вот прерывание программы вполне себе сейчас это уже такая устаревшая немного техника да сейчас есть отладочные регистры да вы можете прямо просто адрес положить программу квалифицировать запускаете ну вот дошел ну просто сравнивать да если дошел до этого адреса ну будешь прерывание ну будешь прерывание смотрит что программа хотел пользоваться вот иди окей итак мы должны теперь две вещи базовая архитектура операционной системы сегодня озвучить и собственно два слова про защищенный режим а а куда сохраняется инстракшн пойтер инстракшн пойтер сохраняется опять зависит от архитектуры а то есть как ответить на этот вопрос берете описание процессора просто там написано как вот происходит что конверт модифицируется где что хранится а мысль сушить пожалуйста все доступно разные разные процессоры по разным окей пойдем дальше значит и так вот мы значит все это обсуждаем это все в защищенном режиме значит что же дальше делает биос мы еще до операционной системы не добрались что-то проверили там как-то написали загрузки ничего что происходит дальше биос действует следующим образом он ищет первый жесткий диск который находится да вот если можно порядок дисков задать может быть там флеш диск а так диск там какие-то диск вы можете порядок задать потому что биос все равно как перечислять почему потому что биос действует следующим образом он берет первый диск абсолютно первый на первом контроле если что наступит читает первый сектор из диска загружает его в память и передает ему управление все на этом работа биоса закончилась значит если вы посмотрите на диски загрузочные да если состоят вы знаете есть диски это блочные устройства это значит что обратиться нельзя нельзя прочитать байт или слово нельзя записать блок обычно блоки там стандартные контроллер диска может вам сказать первый сектор первый пласт первый такой блок на диске загружает его в память вот и давайте посмотрим что внутри этого блока у нас следующее во-первых у нас там таблица разделов то есть диск содержит много блоков и часто он поделен на такие вот если в линусе это буквы если в линусе это всякие девки там может быть на проект подарим вот таблица разделов просто задает с какого по какой блок у нас относится к первому разделу а второму к третьему блоки в свою очередь бывают называемые первичные и расширенные первичные блоки это те которые можно записать в таблицу разделов нулевого этого блока их там всего 4 но понятно что иногда мы диски делим на большее число железные диски делим на большее число логических дисков тогда это делается в другом раздел тогда у нас помечается как расширенный и вот в эту записи где мы этот раздел определяем записывается но точно так же где он находится таблица в таком блоке находится таблица вот этого расширенного раздела здесь если нам снова в принципе можно сделать так что будет еще 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 и так далее но на уровне загрузки нам важно понимать следующее что читается просто таблица разделов первого диска да вот значит и все первый значит вот эта таблица она содержит ну то есть так как называется МПР такое слово наверное мы встречали да мастер будет река ну это вообще такое слово значит вот один из этих разделов может быть активным то есть вирус считывает первый да смотрит где на самом деле находится блок с которым загружаться вот он читает можно прочитать действительно первый да либо какой-то мбр всегда одинаковый но я не видел каких-то различий почему потому что ну вот существует такой стандарт дефакта я не думаю что диск первично размечается вот так вот а вот задача начального загрузчика то есть того кусочка кода который поместился ровно в один блок уже дальше разобраться либо загрузить драйвер файловой системы который здесь позволит прочитать все остальное либо что-то еще там сделать это уже науку разработчика ну загрузчика соответствующий операционной системы обычно когда вы видите как стартует система вы что наблюдаете вот вы что видите вот вы что видите загрузка всякая но обычно есть меню какое-то и у вас нет но несколько операционных системы вы имеете виду ну да а когда у нас одна и без цены видно это не не значит это работа вот это работа загрузчика примитивный код реального режима задача которого первое спросить пользователя что он хочет загрузить если он хочет вмешаться в процессе если нет то загрузить второе найти код загрузчика уже операционной системы найти где-то на диске если надо его как-то распаковать загрузить в память и так далее ну вот и третье это собственно передать ему управление теперь получив управление загрузчик операционной системы уже делает следующее первое ну такой операционной системы взрослый ну она привычная значит первое он во-первых переходит в защищенный режим сейчас я объясню что это такое то есть настраивает память и второе собственно загружает ядро теперь давайте определим что общая операционная система должна содержать в себе по минимуму в любом случае да и что такое защищенный режим нет но за счет режим не ко всем процессорам и типом архитектур имеет применение не всегда применяется но значит процессор становится все более сложными не секрет и более производительным поэтому хочется запускать одновременно несколько программ слушать музыку одновременно писать что-то в городе сидеть где-нибудь в чате и еще что-нибудь чтобы еще что-то закачивалось чтобы завтра посмотреть значит ну хорошо мсдос то есть операционная система реального режима она тоже умела это все делать да она тоже умела запускать какие-то приложения в фоновом режиме и так далее но в чем была проблема проблема номер один я написав приложение полностью убить компьютер вот просто любое просто написал такой цикл форм 0 единицы до десяти тысяч и поэтому адресом гуляете ну все труба поясница ну понятно да взял обновил память все работает почему потому что я управляюсь на процессоре я имею доступ со всей памяти просто по указанию это реальный режим работы ну вот реальный процессор не виртуальный вот теперь хочется добиться чего чтобы процессы а не влияли на операционную систему никак чтобы процессы не влияли друг на друга правильно вот как этого добиться без аппаратной поддержки этого не добиться поэтому общая идея такая защищенного любой процессор содержит набор инструкций допустим их и вот эти инструкции делятся на группы часть инструкций можно выполнять ну скажем так вводится просто набор привилегий уровней привилегий 0,1,2,3 ну на самом деле их много но в реальности обычно используют два уровня привилегий да вот пользовательский и уровень привилегий операционной системы на высоком уровне привилегий можно выполнять все инструкции которые процессор умеет делать который процессор умеет выполнить на низком уровне привилегий можно выполнять лишь часть инструкций это первая характеристика защищенного режима то есть наличие уровня привилегий то есть привилегированных инструкций это первое второе когда мы подразумеваем многозадачную работу то есть когда много процессов пусть идет как и друг другу развести мы будем такую модель что каждый процесс должен думать что он выполняется монопольно на этом компьютере как ему это обеспечить обеспечить ему это следующим образом а что такое монопольный процесс выполняется помните мой вчера в прошлый раз говорили о том что в общем то весь вычислительный процесс он выглядит так взять из памяти инструкцию выполнить положить результат то есть выполнение любой программы просто модификация памяти до больше ничего ничего не происходит поэтому поэтому каждому процессу просто предоставляется адресное пространство не память адресное пространство вот как она предоставляется значит схематично потом об этом мы детально поговорим предоставляется она следующим образом заводится во первых вся память делится на сегменты то есть вся память делится на сегменты и заводится табличка с описанием этих сегментов значит таблички можно поместить следующий например вот этот сегмент вот такого размера его можно читать писать выполнять а вот этот сегмент можно там только выполнить а граница сегментов да то есть размер и права доступа но вопрос как вы думаете сегменты могут наслаиваться может быть потому что некоторые процессы хотят память интерпретировать так могут хотят так но там есть ограничение мы потом об этом значит так вот эта табличка определяет структуру адресного пространства как табличку сопоставить с процессом рассказать друг вот тебе табличка для адресное пространство вот такое это значит если вот его нет вот этого сегмента таких ресурсов его нет в адресном пространстве да вот адресное пространство табличка то но никак он не туда не получит доступ сейчас скажем почему вот и для операционной системы тоже такая же табличка которая наверное описывает память наверное операционная система имеет такую дескриптор запись которая всю память записи да а вот таблички вот вы говорите что таблички написанные сегменты как сегменты дается у него там начало и конец у него есть до базовый адрес и лимит и размер то есть то есть размер сегмента но мы про эту табличку будем говорить отдельно там про память вот теперь значит вот ведь размер сегмента здесь получали что-то как-то как отрезки да да это отрезки плюс еще три мутка вот прекрасно теперь следующий момент следующий момент значит как реализуется теперь память это очень сложно получается да так вот современные процессоры современные лучше говорить компьютеры содержит специальные модули которые занимаются трансляцией адресов то есть на старте загрузчик я сказал да ему надо сделать лояло память разметить память как она вообще в принципе да вот он создает павличку карты там глобально вот он какие-то записи там добавил право добавлять записи есть только на максимальном ну вообще смены с памятью работа только на максимальном уровне привилегий то есть процесс сам себе выполняется на уровне пользователя то есть на низком уровне привилегий никогда память не поправит просто будет закрыт потому что он выполняет привилегированную инструкцию в непривилегированном режиме то есть для того чтобы отображать память которую видит процесс мы сказали что процесс видит всю память все адресное пространство может пользоваться указатели не глядя в эту таблицу от нуля вот так он может их использовать другой вопрос что если он использует первые указатели которые у него не описаны в таблице сопоставлено ну просто быть закрыт теперь вопрос такой надо же это отображать аж нам на эту память физическую там тоже адреса 1 2 3 4 5 вот для этого существует специальное устройство можно часть часть процессора можно считать что отдельное устройство него занимается тем что как раз транслирует адреса да то есть она умеет пользоваться вот этими таблицами она знает о существовании и производит трансляцию адресов аппарата что если мы это делали программно все еще там слышали слова через памятью известна виртуальная память удовольствие вот виртуальном памяти причинная память здесь не говорили виртуальная память это страничная организация памяти или предложить возможность час часть памяти мере надеюсь на проект поговорим но вот об этом сейчас мы не говорили пожалуйста не путаете просто защита то есть когда процесс пытается обратиться по несуществующим адресам либо за ними выходит то же самое возможно ошибки если он обращается своими страницам но пока на странице на память не разбили это то что процесс пытается выполнить операцию сегментом либо которого не существует либо к которому нет такого доступа сегмента последние 45 секунд я должен вам сказать следующее что теперь давайте поставим запятую вот на чем вот загрузчик операционной системы переключил процессор защищенный и должен запустить ядро операционной системы а что же ядро операционной системы должно содержать какие компании что оно должно делать обязательно так скажем что операционная система занимается memory management процесс менеджмент ну давайте я напишу это все таки что это скидбуринг да ну хорошо да то есть это право разделение времени обеспечение многозадачности доступ к оборудованию для разделения привилегий операционная система ну какие привилегии но это там уже очень сложный база операционная система может заменять все функции bios она может вообще не использовать но обе устройства какой-то нет ну то есть эти драйвера это правда устройств может не быть или операционности может не предоставить вот что важно еще важно еще ipc то есть ситуация следующая вот когда мы говорим вот операционная система загрузилась вот и дроза загрузилась там еще что-то а вот я пишу операционную систему не знаю кто то пишет вот надо понимать что операционная система подрузки вот они разные же бывают да вот у меня там в часах операционной системы ну вот эти вряд ли ну какие я шучу значит и какая-то в сервере но они разными большие там маленькие тогда но обязательно там где мы время обязательно там обязательно есть многозадачность то есть скинули да вот работа с переключением он разделением ресурсов и время процесса как-то устроено поговорим или какие-то средства коммуникации между процессами мы вот все-таки ограничено класс посмотрения многозадачным процентом я считаю что просто есть гипервиза Он запускает 3 зеленые операционные системы, им зачем между собой общаться? Им нужно с гипервизором общаться. Вы запускаете там 3 версии операционные системы, это вы ''знайд Away'' 2 раза в ядра, например, запускаю. Им между собой общаться вообще не нужно, можно только со мной сказать гипервизор. Все. В рамках одной services. В несколько процессов. В ней нужно которое не является операционной системой. Гипервизор в некотором смысле является операционной системой. Но в нем не механизм для общения процессов между собой. Это вопрос. Сходно непорятно зачем. Как зачем? Вы хотите использовать одни и те же устройства, например. Да, но за них же заведует гипервизор, а не другие. Давайте так, для того, чтобы предметно на этот счет поговорить, надо понять, какой гипервизор мы рассматриваем. Если это bare metal гипервизор, то это одно. Если это гипервизор, там какой-то просто супероперационной системой, то это друг будет. То есть тут надо как-то предметно.